Друзья, всем привет! У меня хорошая новость. Значит, у меня на канале появилась кнопка спонсорства. Вы можете стать спонсором канала, поддержать мой канал, помочь моим птицам в питании, в развитии. В общем, все ваши спасибо вы можете выражать через нажатие кнопки спонсорства. А там смотрите по ситуации. У кого какой порыв души. Там есть 25 рублей, там есть побольше, есть поменьше. В общем, кто во что гораздо. Жмите, подписывайтесь. А сегодняшнее видео будет посвящено здоровью карел, розел и разных попугайчиков, которые могут заболевать весной, осенью, летом, зимой. В общем, круглый год попугай, может быть, ни с того ни с сего заболеет. Но в основном попугаи болеют у нас в конце осени, в середине осени, в начале осени, как вот сейчас, допустим, начало осени. Многие пишут мне, помогите, спасите, попугай начинает худеть. Кто-то называет это сухотка, кто-то называет это еще как-то. В общем, в конце видео я закреплю вам фотографию. Посмотрите, как попугай худеет, у него остается один кель. Так вот, сегодняшнее видео поможет вашим птицам стать здоровее. Я вам поделюсь с вами чудесной пропойкой, которая никогда не подводила ни меня, ни моих знакомых, которые тоже держат птиц. Это пропойка горьким перцем. Делаем сейчас с вами настой, отвар горького перца. Сейчас подробно все узнаем. Друзья, всем привет! Значит, сегодня поговорим с вами о профилактике и о лечении попугаев. От сухотки, от худобы, там, в общем, кто как называет. В общем, птица изначально хухлится, потом начинает много кушать, при этом худеет и постепенно помеет. В общем, по многочисленным просьбам моих зрителей, я решил поделиться своим опытом, как я избегаю таких ситуаций, что я даю, чем пою птиц. И мои птицы чувствуют себя хорошо. Постучать надо. В общем, друзья, мы сейчас с вами отправляемся в огород. Я покажу вам. Друзья, есть два варианта. Один вариант. По медицине, то есть ветеринарная аптека. Покупаем лекарства, покупаем антибиотики, покупаем противогрибковые препараты и начинаем лечить. Также нам еще понадобятся пробиотики. В общем, это я бы мог посоветовать, если бы это работало 100%. Но здесь надо быть ветеринаром, нужно учиться много и долго. Ну и опять-таки, некоторым помогает, некоторым не помогает. Я хочу с вами поделиться своим любимым методом, способом, который из народа. Наши деды делали так. В общем, друзья, нам понадобится горький перец, кипяток и впринь. Сейчас мы с вами по порядку весь этот способ, метод разберем. Вы посмотрите и будете применять на своей практике. Будете делать своим птицам так. И ваши птицы будут здоровые и никогда не будут хухлиться. И никогда не будут... Значит, друзья, у кого нет собственного такого вот огорода, можете приобрести на рынке, в магазине. Горький перец. Запасаемся вот таким вот горьким перцем. Это перец, может быть, бараний рог, может быть... В общем, перец должен быть достаточно горький. Мы берем этот перец, ну, можно два, три, четыре стручка. Сейчас покажу, что дальше делать. Ну, в общем, смотрите, как получается. Вы берете горький перец. Я тут его секатором резал крепкий. Берете горький перец. Значит, по порядку. Меня учили так. Так, вот берем сушеный. Он должен быть сушеный. Это как бы... Тут нет такого правила, что вот делайте именно так, не шагу влево, иначе расстрел. Нет, можно немножко импровизировать. В общем, смотрите как. Если у вас есть сушеный, то есть вы можете купить там несколько килограмм этого горького перца, насушить его и поить, допустим, сейчас, там, через недельку, потом раз в месяц, там, зимой. Вообще, это хорошая пропойка. Ее можно давать и круглый год. Она очень хорошо убивает все бактерии, и птица чувствует себя гораздо здоровее, когда вот эта пропойка происходит. В общем, берете вы сушеный перец, наливаете кастрюльку воды, ну, вот у меня тут банка есть и термос. Вот этот старый, не знаю, какой он, советский или китайский. В общем, вот такой вот термос очень хорошо держит тепло. Четыре дня держит, пять дней держит, если не открывать. Так, в общем, сушеный перец я кидаю его, ну, можно его поломать, когда он у вас будет сухой, он хорошо ломается, прям вместе с семенами, в общем, все, что горчит. Вы помещаете перец в термос, заливаете приготовленным кипятком сразу же, закрываете термос и пускай он у вас стоит примерно ночь. Потом вы откроете этот термос, можете, да, нет, там горячо сильно, в общем, нальете в кружечку и попробуйте кончиком языка. Если будет, ну, прям сильно-присильно жечь, можно немножко разбавить водичкой. Если будет хорошо жечь, ну, терпимо, вот это пойдет. Я как бы вот так отталкиваюсь. Но меня учили немножко иначе. Меня учили то, что берем сушеный этот перец, погружаем полностью в кастрюлю металлическую, варим его в сарайчике. Ну, человек варил в летней кухне и варил до такой степени, что там от пара, то есть от пара уже было практически нечем дышать. Вот это, говорит, значит, готово, значит, норма. Берет он этот отвар свой, по-моему, тоже он разбавлял немножко водой и поил корел. Поил корел, поил розел. Вот это вот на этих птицах проверено, работает очень классно. Я проверял на волнистых, отлично помогает. Кстати, тоже проверял на розели, проверял. У меня была розела. Поехали мы на выставку, и ей очень стало плохо. Домой привез еле-еле шатающего попугая. Но попугай ел. Я предложил ему вот таких вот, у меня был маленький перчик, который ноготок. Огонек, вернее, который, огонек называется. Я предложил ему три штучки, он скушал. Ну, помимо этого перца, я давал еще и морковку, там зерно, чтобы мог он чем-то закусить. И вот так вот три дня на перце, и мой попугай стал здоровый. И потом еще я ему самку нашел, он пошел в поровку, дал потомство. То есть, друзья, все очень просто. Вы можете изначально пользоваться сушеным перцем, заваривать его кипятком. Можете брать свежий перец, мелко резать и предлагать кушать птицам. Ну, как бы не все карелы, допустим, не все едят этот перец. Некоторые карелы даже не знают, что такое морковка. Это касается карел, которых вы только что приобрели. Допустим, покупаете вы на рынке карелу, привозите ее домой, а она начинает плохо себя чувствовать. Таким образом, вы берете, ну, тогда вы берете перец и предлагаете своей кареле. Пусть она его ест. Но она его есть может не кушать. Поэтому вы берете перец, сушите его или мелко-мелко режете, заливаете, просто в банку кладете, мелко изрубленный, заливаете его обыкновенной комнатной водой. Там еще можно потолочь, чтобы это все горечь распустилось. Тоже попробовали пальцем горько, значит предлагаем птицам. В общем, вот такая вот профилактика, и ваша птица будет абсолютно здоровая. Особенно птица подвергается таким всяким разным заболеваниям осенью. Вот как раз сейчас начинается похолодание, начинаются сквознячки. У кого-то в помещении поднимается там влажность, какие-то там бактерии просыпаются, птица падает в обморок, не знает, что делать, и начинает худеть. Так вот, чтобы ваша птица не худела, особенно после пропойки антибиотиков. По-хорошему, по правилам медицины, ветеринарии, после пропойки антибиотиков нужно птицу пропаивать препаратом, который убивает грибок. Потому что антибиотики вызывают рост грибков, и птица потом начинает худеть и умирает. В общем, друзья, подписывайтесь на канал, продолжение следует. Кто хочет узнать метод именно медицины, жмите кнопку спонсорства. На канале есть кнопка спонсорства. Вы поможете каналу развиваться, канал поможет вам и вашему хозяйству. До скорой встречи, до свидания.